Умом России не понять, но это надо-то измерить. И уже понять, что россиян в кабаке не загнать. И то, что большее количество тех перцев, что покрупнее, занимается правильными вещами. Они заботятся о семье и не ведутся на новой машинке. Да и мы для таких работаем. Мы ищем где дешевле и находим результат. Дешевле всего и качественнее, чем где-либо игрушки в Орионе. А как сюда доехать, теперь знает каждый. И вот в прошлом сюжете мы вам говорили о том, что ну нельзя деньги экономить на ребенке. И сравнивали все это дело с одним литром бензина. Понятно, что бензин тоже дорожает, как и колбаса. Причем колбаса начала ставить в два раза дороже. Особенно всякие там грудинки. Представляете, раньше 250 рублей, сейчас почти 500 стоит. Вот об этом и переговорим. О том, сколько колбасы в игрушках Ориона вы можете себе купить. Из того, что вы видели, я сообщаю, что здесь все как-то по-другому. Более двух лет я здесь и каждый раз покупаю то, чего раньше ты нигде и не видел. Ну, про ценники мы говорили, да, теперь ценники еще ниже, чтобы можно было понять, да. Игрушечка. Нормальная игрушка для детей, в смысле для девочек. 80 рублей. Не так уж и дорого. Ой, простите, простите. Ведь не только я занимаюсь. Понимаете, да, о чем речь идет? То есть, как только мы сюда приходим, сразу видим большое количество людей, которые покупают игрушки. Это хорошо, потому что люди не экономят ни на девочках, ни на мальчиках. И вообще надо понять, что если вы будете экономить на своих меньших братьях, то ничего хорошего-то не будет. А потому что это правило не сидеть, а двигаться. И движение здесь к лучшему. Мы тут недавно начали понимать о том, что смотрит наш сын. Потому что он смотрит несколько замечательных телевизионных каналов. И на этих телевизионных каналах есть замечательные пони. 210 рублей. Ну вот. Замечательные, разнообразные там куклы. Вот. Есть еще другие каналы. Ну вот. Дважды два, помните? Такой каналчик есть. Там для другого. Ну так вот. И для других людей вот они, замечательные зубастики. В смысле это... По-моему даже... Это не вампиры. Хотя и вампиры, и вот те, что с ушами здесь присутствуют. А еще надо понимать, что такое молодежь. Так вот, молодежь сегодня интересует не только стрелялки, но и участие. А стрельбища крутые. И совершенно другие пульки из поролона. Можно посмотреть турецкие каналы. Можно посмотреть и английские телевизионные каналы. Это для детей. Конечно, надо понимать, что вот это, это не для детей. Хотя цена тоже не сильно большая. Потому что, ну, можно пораниться, да? То есть это для тех, кому чуть-чуть постарше. Ну, так скажем, от 10 лет. Ну, маленькие мальчики тоже любят стрелять, правильно? А для маленьких мальчиков, так же, как и для маленьких девочек, без разницы, есть такие штуки, которые стреляют ракетами, пульками и всеми остальными. И это в том числе здесь есть. Пожалуйста. Тоже цена такая, 300 рублей. Стреляйте шариками. То есть и сын может стрелять, да и любой ваш сын может так же стрелять. Вот. Шесть штуков. Вот. Дальше. Вот эти. Кстати, длина дистанции, на которую ими можно выстрелить, это примерно, ну, грубо говоря, 30 метров. При этом пулька хорошо летит. И еще. Вот такая штука. И все это, ну, в максимальной цене, 200-500 рублей. Вот за эту штуку. А все остальное, это еще и подешевле. Теперь про конструкторы. Было то время, когда я из металла что-то мастерил. Время прошло, и теперь из пластика за копейки можно сделать все. Так вот, мы об этом говорили, я бы вам рекомендовал все-таки это купить. Потому что это понятно. В принципе, и вы это можете собрать. Работа небольшая. Ну, за час вы это можете сделать. А вот другие-то вещи. А вот другие-то вещи, это покруче. Это практически лего-мания. Но это не лего-мания. Потому что, ну, что такое лего? Это одна раскрученная фирма, которая стоит денег. Вот. Есть тут другие китайские замечательные машинки. И не только машинки. И самолеты, и вертолеты, и все что угодно. Так вот, когда вы это дело купите, вы попробуйте сами это собрать. Если у вас это получится быстрее, чем у вашего сына, то вы тогда очень крутой. Причем пластик же в халяву. А теперь попробуйте и вы. И поймете, что у вас перец круче. И это правило. Ваш перец должен быть круче, чем вы. И, кстати, помочь-то ему легко. Понятно, что много всего. Но понятен результат. Цены невысоки. Если вот эти машины, они стоят денег, то есть другие машины, которые денег не стоят. Цена вопроса 350 рублей. При этом это серьезные машинки, которые имеют колеса. Причем колеса подкачиваемые. И, естественно, вы можете либо что-то сюда загрузить, либо что-то выгрузить. То есть ваш ребенок с детских лет начал понимать, как это делается. А теперь про ТВ. Да, я люблю нормальное ТВ. Слово о том, что вам показывают телевизионные каналы для детей, но не для российских детей. Это стрельба полистирольными шаликами. Не полистирольные, пенопластовые. Ну, что-то вот такое. Я вам показал. Но там еще они показывают и стрельбы из лука. И стрельбы из лука. А вот для этого сюда необходимо прийти. Потому что луков много. Можете такой вот лук взять. Кстати, он хорошо натяган. То есть, ну, нормальная штука. Вот. Подожди, дорогой мой. Подожди, дорогой мой. А может, не из лука пострелять. Я вот своему ребенку предлагаю взять вот такую замечательную штуку. Вот. Будем мы стрелять из арбалета в корпусе. Правда, цена вопроса чуть-чуть подороже. Но я это могу себе сделать. И вот вы понимаете, что нигде, кроме Магнитогорска, не говорят за цену вопроса. А я не понимаю, как это делается. Потому что не хотелось бы работяг, да и тех, кто на пенсии грузит ценою. А так вот, Орион так и делает. Здесь все в разы дешевле, а качество круче. И вот я вам хотел бы показать, что такое магазин Орион. Как магазин Орион снижает цены? Ну, во-первых, автомобили. Понятно, что автомобили здесь, это самые низкие цены. Все, что другое в других местах стоит в 3-5 раз дороже. Есть еще такие же машинки, только машинки есть суперовские. Вот, вот такие же машинки в других местах стоят 5-7 тысяч рублей. А может быть еще и дороже. Здесь 2,5. Чем ли возможность не взять это? Я обязательно это возьму. Да и как и те, кто был здесь. И мы, конечно, против сверхдорогих продуктов. Из того, чего, по сути, нам бы и не хотелось бы есть. Нам нужнее состояние счастья того, кого мы любим больше всего на свете. Я бы очень сильно не хотел увидеть того, кто сделал бы моему киндеру плохо. Вот скажи мне, пожалуйста, ты сюда пришел. Что все купили сегодня? Мы купили сегодня вот это разукрашки. Артем купил себе набор. А я себе купил вот эту змейку. Ты наверняка знаешь, да, что в некоторых магазинах цены большие. А здесь не большие цены? Ну, по-одинаковому. Просто я не люблю дорогие вещи. Конечно, простите. Оказывается, это не только я такой. Потому что вы набрали товара гораздо больше, чем я. Я так понимаю, вы сильно любите свою дочку? Я ее безумно люблю, если честно. Поэтому без разницы. Сколько надо, сколько возьмем? Ну, нет, есть пределы разумного. И, может быть, отчасти кошелек диктует эти пределы. Но, тем не менее, как бы удовольствие получает ребенок. Вам это радует? Однозначно. А на сколько взяли? Ну, примерно так. Ну, я не знаю, тысячи на две, может быть. Вот это все. Покажите, пожалуйста. Вот это все на две тысячи рублей. Да и понятен результат. Да и понятно правило и место. Ну, я, конечно, не понимаю. Но вы посмотрите, куда ехать-то. И чтобы понятно было. По советской на север, там по вокзальной. Единственный только правильный поворот. Другого-то и не дано. И здесь направо в третий ряд. И счастье вам, и вашей маленькой перчинки. Я надеюсь, все понятно, а? Я, конечно, понимаю, что игрушки от Ориона – это и не колбаса. Потому что, честно говоря, я бы своему ребенку купил бы эти игрушки. Потому что, извините, это хорошо. Я понимаю, что ребенок работает, ребенок что-то собирает, ребенок устраивает гонки. И все это потому, что я себе позволяю это делать. Что вы можете сделать и вы.